АПЛОДИСМЕНТЫ Его святейшество, святейший патриарх московский Евсия Руси Кирилл. АПЛОДИСМЕНТЫ Папы, мамы, бабушки, дедушки, я от всего сердца хотел бы поздравить вас со светлым, радостным праздником Рождества Христова. Каждый год мы встречаем здесь, в соборном зале Храма Христа Спасителя, рождественский детский праздник. И с особым чувством я обращаюсь к детям. Может быть, потому, что сам праздник Рождества дает нам образ детства. Удивительно, с детства Спасителя началась его миссия в мире. Уже ребенком, родившись в Лифлеемской пещере, он совершил великое деяние. Бог пришел в мир. И по мере возрастания владенец Иисус входил в силу. Он, наверное, так же учился, как вы и учитесь, хотя в то время не было таких школ, как сейчас. Он проходил школу жизни в своей семье. Его окружала любовь матери, Иосифа Обручника. У него, конечно, были друзья, с которыми он гулял по улицам Капернаума и Назарета и других городов Галилеи. Господь жил такой же жизнью, какой живет каждый ребенок. А когда вырос, он жил той же жизнью, какой жили юноши, какой жили взрослые люди. За одним только исключением. Он никогда ничего не сделал в своей жизни плохого. В нем не было греха. В нем была только одна доброта. И если так, то, наверное, добро является наивысшей ценностью в нашей жизни. А почему так? А каждый знает, почему. Мы любим, когда нам делают добро, когда дарят подарки, когда нас ласкают, когда говорят нам хорошие слова. Мы любим, когда нас окружают добрые люди. Конечно, любим. Потому что добро согревает сердце. Сам становишься лучше. И вот очень важно, чтобы с самого детства каждый понимал, что добро – это самое главное, что нужно совершать в жизни. Все остальное вторично. Но если человек научился делать добро, он меняет мир вокруг себя к лучшему. Почему спасителю первыми поклонились вифлеемские пастухи? Вот только что видели вы эту замечательную сценку. Они ведь были очень простыми людьми. У них не было власти, не было денег. Они были как бы в самом низу общественной лестницы. А Господь их призвал к тому, чтобы они совершили первое поклонение новорожденному владельцу. Да, наверное, потому что это были простые, добрые люди. И они оказались на вершине лестницы. Никто не помнит ни о вождях, ни о полководцах того времени, ни о местных правителях, да даже имена императоров. Но тогдашних римских не каждый вспомнит. Но все знают об этих добрых пастухах. Вот этот пример должен всем нам помочь понять, как велика сила добра. На нее не только откликаются человеческие сердца. Бог откликается на добро. Добро – это тот язык, которым нужно разговаривать с Богом. И тогда, отвечая на добро, которое мы делаем, Он посылает нам много и много обильных милостей в жизни. Вот я и хотел бы пожелать, мои дорогие, чтобы вы очень хорошо запомнили, что самой важной ценностью в мире является добро. И чтобы совершали добрые дела и в большом, и в малом, тогда будете счастливы вы, ваши родители, бабушки и дедушки, все те, кто окружает вас. С Рождеством Христовым сердечно вас еще раз поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ